Под колпаком оказались уличные грабители, воруя автомобильные колпаки. На проспекте Союзным двое неизвестных, то ли ради наживы, то ли просто ради хулиганства, украли колпаки с припаркованного автомобиля. Скрывались они с места преступления так быстро, что даже не заметили, как попали под прицел видеокамер. Выхожу из дома утром, смотрю, машина стоит без колпаков. У соседа машина рядом стояла, вот, ее поцарапали. Он говорит, пойдем по камерам, посмотрим, что случилось. Я говорю, ну, я заодно посмотрю. В полчетвертого ночи двое парней подходят, снимают колпаки и быстренько убегают. Они ни на что не крепятся, они просто защелкиваются. Это было спланировано, машина стояла сутки по-любому. Они прям симметрично, один подбежал, там пальцем сунул, сдернул, но пока нет. Подбежал в переднее колесо, второй симметрично так же, два колпака вытащили и убежали. Колпаки оригинальные стояли, по сути, на рынке цена 5-6 тысяч. Раньше бензин сливали, бывали, покрышки скручивали, но процедура довольно долгая. В седьмом микрорайоне машины поджигают периодически. У нас в центре с уроку аккумуляторы тоже воровали. То есть это ничего не удивит. Так что колпаки это еще слабо. Мне кажется, просто делать нечего ребятам. Безработные, не работают, не учатся. Делать нечего, фигни занимаются какой-то. Если увидел такую ерунду, ловить и, по-русски говоря, в уши отключить. По-другому люди не понимают. Или отвозить сразу в роды. Кстати, пострадавший водитель сомневается в том, что преступников можно будет найти. Поэтому в полицию он даже не обращался. Продолжение следует...